друзья всем доброго утра доброго здоровья сегодня у нас опять будни на кухне и что я буду делать отваривать говяжий язык опять у нас бутербродная тема но хочу вас заверить что питаемся мы не только бутербродами есть у нас и первое и второе как говорится компот а это все хорошо для перекусов особенно для работы такие перекусы удобным ну давайте посмотрим значит язык у меня я покупала его в магазине максима это у нас литовская сеть магазинов и язык у нас тоже литовский литовский язык я никогда не покупала и не отваривала не знаю какой он и что из этого получится ну посмотрим вообще обычно я покупаю языки но не то чтобы часто но не то чтобы регулярно но раз отразу я их покупаю и покупаю их на базаре там продают наши языки свиные говяжьи ну смысле эстонские языки это у меня уже проверенные варианты ну а здесь вот честно говоря я купилась на цену этого говяжьего языка стоит вот он видите 599 ну 6 евро за килограмм а у нас на базаре они стоят говяжьи по 8 евро за килограмм ну разница цене как вы видите и я в общем то на это купилась цена такая что в принципе стоимость вареной колбасы такая же цена поэтому как сказать я ничего не теряю а может быть даже что-то и выиграем потому что отваришь язык и он в чистом виде мясо без всяких добавок ну что давайте тогда приступим готовки я сейчас распакую промою и помещаю в какую-то кастрюльку еще не знаю посмотрю потому что кастрюлька должна быть большая язык большой и он еще имеет свойство разбухать во время варки ну в общем посмотрим как у нас будет складываться дальше ну вот посмотрите на этот красавчик язычок я его помыла кастрюлька у меня тоже нашлась подходящая вот сюда и и помещаем его вот сейчас нальем водички воды надо налить так чтобы язык был покрыт водой ну и ставим варить и все как всегда закипает снимаем пенку добавляем соль по вкусу лавровый лист перец горошек и варим но варится язык очень долго часа три это точно вот сейчас мы засекаем время был десятого у нас на часах потом я скажу вам сколько именно времени он готовился ну а потом дальше будем смотреть что с ним делать ну вот наш язык варится я уже бросила соль перец лавровый лист сделала маленький огонь и все будем теперь варить наподобие холодца будем долго ждать его готовности ну вот прошло друзья ровно три часа как я засекала время вот посмотрите как его бедного раздула этот язык три часа прошло он полностью сварился все это протыкается очень легко и просто и вот теперь мы его достаем отсюда и итак осторожненько переносим холодную воду холодной воде он должен полежать у нас полчаса не больше потому что если будет лежать дольше то он впитывает в себя воду и становится таким как бы рыхлым дряблым в общем на полчасика мы его оставляем в холодной воде а потом буду показывать вам дальше ну здесь вот в кастрюльке у меня бульон и вы знаете вот я знаю что некоторые люди используют и дальше этот бульон для приготовления но я что то не очень мне хочется использовать этот бульон после того как там варился язык я его выливаю но я не знаю как надо правильно поступать каждый поступает на свое усмотрение я выливаю бульон ну все ждем тогда полчасика и я вам показываю дальше ну вот полчаса прошло как он полежал в воде я его вытащила промокнула салфетками и теперь следующая наша задача это почистить его вот видите вот она уже прям сама хочет отойти для того чтобы он лучше чистился вот это как раз и предназначено что он должен полежать в воде не только остыть но и для того чтобы лучше чистился ну вот в этом то месте конечно будет хорошо чистится вот здесь тоже видите вот это все пупырышки этих ну а вот здесь в конце языка всегда чистится труднее сложней но ничего почистим и это почищу потом вам покажу а вы знаете зря боялась я что он у меня будет плохо чистится посмотрите отстает просто как подошва о как и такими прям большими кусками это все чистится вот посмотрите вот просто красота шик блеск красота как говорится зря некоторые боятся не хотят этих языков потому что их трудно чистить вот оказалось все легко и просто так что пожалуйста в итоге мы имеем полтора килограмма чистого мяса на бутерброды так что я вот осталась довольна этим литовским языком буду иметь ввиду покупать дальше друзья вот показываю вам итог моей сегодняшней стрип ним я уже попробовала кусочек язык получился вкусный такой что можно визит проглотить вот как я съем орила сейчас придет муж с работая уставший голодный злой а я тут как тут встречаю его хлебом солью и будет у нас счастье чего и вам всем мои друзья желаю ну а на сегодня все будьте счастливы будьте здоровы до новых встреч и пока пока